Локомотив, большой клуб с большой историей, и я захотел попробовать свои силы в большом клубе. Счастлив очень, что совершился переход, переговоры были сложными, а так, так скажем, горд за свою семью, за своего отца, что его сын перешел в большой клуб. После ухода из Краснодара я был без команды все лето. Мне с Крыма позвонили, говорят, приезжай на полгода к нам, что время будешь зря терять. Я уже ехал, знакомый позвонил, говорит, в Чехию нужен нападающий, на просмотр поедешь, я разворачиваюсь и в аэропорт прилетаю в Чехию. Ну, все, там полгода был, не получилось, вот, условия там были очень плохими, я жил на стадионе, у меня кровать была, ну, я не знаю, сантиметров 15 от пола, вот. Питался за счет отца, отец деньги скидывал, мне там не платили, но, тем не менее, я тренировался, закалялся, вот. И после этого я приехал в Россию, в Нижний Новгород попал, так скажем, все лиги прошел, весь этот, так скажем, антифутбол, вот, чтобы сейчас играть на хорошем уровне и ценить то, что ты имеешь, и выкладываться в каждом матче и в каждой тренировке. Когда я прилетел из Чехии, опять без команды, без денег, вот, хотел устроиться работать в такси, позвонил отцу, сказал, типа, пап, я пойду работать в такси, пока я без команды, на что я в телефон услышал такое, что не каждому желает такое слышать. Поэтому отец отругал, я, если честно, сам себя на тот момент уже не верил, что что-то у меня получится. Единственный, кто в меня верил, это отец, мама, вот, до конца, какие просмотры, какие билеты, все это оплачивали. Они хотели, и в какой-то момент я уже сам поверил в то, что все получится, и сейчас я игрок локомотива. Меня очень мотивирует моя семья. Когда я обзавелся семьей, вот, стала ответственность другая. Я сам чувствую, как я окрыленный, пошел наверх. Я подумал, что мой взлет начался благодаря моей семье, моей поддержке. Они моя мотивация. Всегда верить в это нужно, в свои мечты, ставить большие задачи. Где-то в мечтах я хотел играть за большой клуб. Вот, но что это так быстро произойдет, как бы еще не был к этому готов. У нас уже состоялся разговор с Михаилом Михайловичем. Мы поговорили довольно-таки тепло по делу, что сборы сложные, нужно к ним подготовиться. По футбольным качествам я тренера устраиваю. Будет тренировочный процесс, какие-то тактики, все это будем разговаривать, общаться. Я думаю, быстро найдем общий футбольный язык. Только на футбольном поле пересекались. Вот, с Димой Бариновым на футбольном поле чуть-чуть общались и все. А так с кем-то лично не знаком. Но есть для этого тренировочный процесс, сборы. Я думаю, проблем с этим у меня никогда не было и не будет. Я думаю, хорошо вольюсь в коллектив и все будет хорошо. Самое главное радовать тех людей, которые приходят после работы поддержать нас на трибуны. Чтобы они уходили с ли-матча и весь негатив, который накопился у них за рабочий день, чтобы они все здесь оставляли и счастливые шли домой, что их любимая команда победила.